Друзья, всем привет! С вами Снэвайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшней распаковки очень интересный и долгожданный телефон от компании Текно. В линейке ПОВА. Текно ПОВА 4 ПРО. Разошлась компания Текно не на шутку и в линейке ПОВА очередное пополнение. Мы уже видели в этом году ПОВА 3. Шикарнейший телефон, отличнейший, недорогой ПОВА 2 Neo. И вот теперь вот профессионал от мира ПОВА 4 ПРО. Это действительно круто. Телефончик на новейшем G99 от MTK с AMOLED-экраном 90 Гц. Ну и, как и вишенка на торте, аккумулятор. К сожалению, не 7000 мА, как в тройке и двойке, а на 6000 мА. Зато с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Ну и камерами данный телефончик не обделен. Неплохой модуль на 50 мегапикселей. В общем, обещает этот телефончик стать достаточно интересным устройством в линейке ПОВА. И, как говорится, мне кажется, многим придется подвинуться. Потому что компания Текно идет семимильными шагами и представляет одну модель за другой. В общем, будем распаковывать, будем смотреть. Но, а прежде чем начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину ПЛЕРУ за предоставление этого смартфона на обзор. Именно в интернет-магазине ПЛЕРУ по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, проходите по ссылочке в описании. Ну а мы будем начинать. Текно ПОВА 4 ПРО на новейшем Helio G99. Пускай этот процессор у нас без поддержки сетей 5G, но, тем не менее, довольно свежий и построен на 6-нанометровом техпроцессе. Также у нас здесь впервые в телефончике ПОВА AMOLED-экран 90-герцовый 6,7 дюйма. Давайте посмотрим на содержимое и на комплектацию, которая довольно-таки расширена, как всегда, у компании Текно. Пленочка на экран. Опять-таки, по традиции, компания Текно предполагает, что наклеивать мы ее будем самостоятельно. Куча различных бумажек, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и вот такая вот мини-брошюрка. Очень прикольный дымчатый затонированный чехольчик, очень хорошего качества. По периметру он такой вот матовый, ну а тыльная сторона прозрачная, но такая затемненная, мне это нравится. Большущий блок зарядки, 45 ватт, и этот 6000 аккумулятор должен заряжаться примерно за час, что неплохо. Ну и здесь у нас традиционно скрепка, ну и, конечно же, кабель Type-C для зарядки и синхронизации. Ну и давайте уже изучим смартфон. Тыльная сторона, в отличие от Текно Пова 2 Neo, не блестючая, а такая матовая, с очень прикольной фактурой, текстурой. Ну и смотрится на самом деле очень-очень интересно. Ну и фронтальная часть у нас, естественно, прикрыта AMOLED-экраном 6,7 дюйма, Full HD+, 90 Гц. Под капотом здесь у нас Helio G99, 8 гиг оперативки и 256 гиг встроенного хранилища. Ну и аккумулятор здесь у нас на 6000 мА, а не 7000, как в Пова 2, 3 и Neo. Телефончик весит 211 грамм, а в толщину 9,2 мм. Если пробежаться по портам и кнопкам, с правой стороны у нас кнопка включения со сканером отпечатка пальцев и клавиша регулировки громкости. С левой стороны сим-лоток. Здесь имеется прорезиненная прокладочка, но и традиционно для компании Текно здесь полноценный сим-лоток. Учитесь другие производители. Несмотря на то, что здесь 256 гиг встроенного хранилища, вы можете дополнительно расширить это место вплоть до 1 терабайта. Это действительно круто. С верхней стороны у нас прорезь динамика. Да, здесь у нас стереодинамики. Ну и с нижней стороны 3,5 мм, микрофон Type-C и основной динамик. Вот, собственно говоря, и все. Все. Смотрится телефончик в этом цвете довольно-таки строго. Такой приятный серый цвет. Я думаю, что многим он понравится. Ну и фронтальная поверхность у нас это AMOLED-экран. И здесь у нас в капельке расположилась довольно скромная камера на 8 мегапикселей. Вот, собственно говоря, и все. Ну что ж, друзья, запускаем телефончик, настраиваем и я к вам вернусь. Я настроил телефон, настроил сканер отпечатка пальцев. Он находится в кнопке включения и разблокировка происходит довольно-таки шустро. Так как здесь у нас установлен AMOLED-экран, то, естественно, имеется Always-On-дисплей на экране. Его можно кастомизировать, настроить под себя. Ну, я здесь выбрал традиционные часы и отображение календаря, времени и заряда аккумулятора. Что можно сказать при включении? Довольно-таки ярко и сочно, да и необычно смотрится экранчик. Видите, AMOLED-экраны в телефонах Tecno POVA мы видим первый раз. Ранее компания Tecno в линейку POVA AMOLED не ставила. Здесь у нас традиционная для компании Tecno HiOS версия 12.0 на базе 12-го же Android. Ну и здесь можно посмотреть кратко технические характеристики. 8 гиг оперативки, 256 гигов встроенной памяти. G99 под капотом. Ну, в общем, стандартная информация. Очень мне нравится эта оболочка. Каждый раз при обзоре телефонов Tecno я об этом говорю. Она с каждой новой версией становится более оптимизированной. Смотрится очень лаконично, но в то же самое время большое количество настроек здесь есть. Персонализировать можно практически всю. Различные темы имеются, обои можно Always On Display кастомизировать. В общем, здесь действительно большое количество настроек. С точки зрения настроек экрана. Имеется темная тема. Она здесь называется ночная. И так как здесь AMOLED-экран, то, естественно, это позволит немножко снизить нагрузку на аккумулятор. Ну и адаптивная регулировка работает вполне себе нормально. Ну а что касается ШИМ, то здесь, как только мы снижаем яркость менее 50%, я вижу, что ШИМ у нас появляется. По крайней мере, на камеру видно, что имеется мерцание. Но оно не катастрофическое. Не такое серьезное, как, допустим, в недорогих телефонах Samsung. Ну а если вы используете яркость более 50%, то здесь вообще никаких вопросов не будет. Естественно, имеется возможность настройки системной навигации как жестами, она по умолчанию, либо же с помощью кнопок. Ну и, естественно, экран поддерживает частоту обновления 90 Гц. По умолчанию стоит автоматическая настройка, когда телефон сам выбирает, в каких моментах используют 60, а в каких 90. Ну, на самом деле, по экрану действительно никаких вопросов нету. Смотрится все отлично. Здесь у нас с точки зрения коммуникации полный порядок. Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth версии 5.1, NFC. Все, что должно быть в телефоне в 2022 году, здесь у нас имеется даже стереозвук. Давайте послушаем. Очень классно звучит телефончик. Мне действительно нравится, что здесь у нас нормальный стереозвук, то есть отдельный динамик для именно стереозвучания. То есть слуховой динамик остается слуховым, а для стереозвука мультимедиа контента у нас отдельные динамики. Это действительно очень классно. По громкости вообще никаких нареканий. Звучит телефончик чисто, даже на максимальной громкости. Но, в общем, здесь что-то сказать плохого и негативного я не могу. Приятно, что стереозвук появился у нас и в поло, и звучит телефончик очень и очень хорошо. Что касается камер. Здесь у нас 50-мегапиксельный основной модуль и 8-мегапиксельный фронтальный. Ну и, естественно, 2-мегапиксельный абсолютно бесполезный второстепенный модуль. Ну и что приятно, здесь у нас появилась возможность записывать 1080p60 кадров в секунду. Но, опять же, как мне кажется, это впервые в телефончиках POVA. Ну и, естественно, традиционные 2К 30 кадров никуда не делись. Было бы, конечно, здорово наконец-то уже получить возможность записи 4К. Но, может быть, в POVA 5 Pro мы подобное увидим. Я прошелся по квартире и уже сделал несколько фотографий. И, в принципе, ну, традиционно получается довольно неплохо. Сейчас, впрочем, даже бюджетные телефоны уже научились снимать хорошо. Фронталочка 8-мегапиксельная, но, тем не менее, довольно детализированный снимок получается с неплохой цветопередачей. Что-то прям критичного и плохого я не заметил. Основной модуль позволяет делать неплохие фотографии. Даже в помещении можно довольно сильно приблизить и разглядеть. Ну, вот кедровые орешки, можно мельчайшие подробности посмотреть. Ну и, естественно, традиционно зеленые растения на AMOLED-экране смотрятся очень классно. Насыщенный такой богатый зеленый цвет. Ну и кошка, которая, наконец-то, вернулась у меня в подборку фоточек, которая стоит в коридоре, где довольно-таки темно. В общем, здесь тоже никаких нареканий. Хороший детализированный снимок и шумов практически нету. Хотя снимаю без вспышки и освещенность в коридоре очень низкая. На первый взгляд, телефончик нравится. Здорово, что POVA расширяет линейку. И вот такая вот PRO-версия появилась с AMOLED-экраном на мощном G99. Правда, немножко похудел аккумулятор. 6000 мА. Но все равно, согласитесь, это довольно неплохо. Ну а за счет того, что здесь у нас AMOLED-экран, а не IPS, у него, в принципе, энергопотребление ниже. В принципе, автономность должна остаться на довольно высоком уровне. Но мы это, естественно, все проверим. И в основном обзоре я вам подробнее расскажу. Ну а на сим распаковку буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться. С вами была Ис. Всем пока. С вами был Ис.